На днях глава Якутии совместно с руководителями фонда содействия реформированию ЖКХ обсудил ход реализации программы переселения в Якутии. Встреча прошла в Нерюнгринском районе. Его выбрали не случайно. Один из самых крупных объемов аварийного жилья по республике приходится именно на него. Как идет переселение в Южной Якутии и какие итоги подвели, расскажет Саргулана Захарова. Нерюнгринский район – один из лидеров республики по объему аварийного жилфонда. К 2012 году аварийными были признаны больше трех с половиной тысяч помещений, в которых проживали порядка девяти тысяч человек. Почти половина от этих объемов приходится на районный центр города Нерюнгрин. Сегодня подавляющее количество жителей уже получили новые квартиры. До конца программы остается застроить пять домов в микрорайоне Сосновый, в который переедут около 280 человек. Строительная площадь у них 5050 квадратных метров, а жилые квартиры будут 4100 квадратных метров. Вот эти дома у нас пятиэтажные, они все однотипные, по 3100 квадратных метров. А в речке каких домов? А в речке во всех домах. Отметим, что в Нерюнгринском районе в программе задействованы сразу три способа расселения – строительство нового жилья, приобретение квартир на вторичном рынке и выплата компенсации собственникам. При этом есть и отстающие от программы. Один из главных аутсайдеров – поселок Серебряный Бор. Есть опасения, что до 1 сентября шесть домов подрядчики сдать так и не успеют. Егор Борисов заявил, что не будет дождаться осени и обратиться по данному факту в прокуратуру. Сложности были есть в Серебряном Бору, и мы ее отрегулировали. Речь идет о финансировании определенных подъемов, которые решают произвести. Для этого нам позволили к первому сентябре все было закончено. В другом поселке Чульман глава побывал в многоквартирных домах, возводимых компаниями «Альянс» и «Орионстрой Плюс». Он пообщался со строителями. Подрядчики сообщили, что в эксплуатацию объекты ведут в срок. Нет проблем нет. Деньги есть? Как у начальника участка проблем нет. Есть материал, есть рабочая сила, есть техника. Для меня на данном этапе все нормально. В целом, как отметил Сергей Степашин на пресс-подходе по итогам совещания по реализации программы, которая прошла в завершении дня, Якутия успешно выполняет план по переселению. Учитывая тот объем, который был заявлен в начале программы, сегодняшние показатели хорошие. Это один из самых больших показателей в нашей стране. А с учетом сложности климата, вечной мерзлоты, завоза материалов, стоимости, я считаю, это очень хороший показатель. Кстати, об этом я проинформировал и Владимир Владимирович. Кроме того, по итогам совещания было решено учесть опыт республики по реализации программы при разработке уже новых механизмов переселения. Так одним из главных направлений станет строительство энергоэффективных домов, которые позволят людям не только улучшить жилищные условия, но и в разы сэкономить расходы за коммунальные услуги. Серглана Захарова, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.